За моей спиной находится исправительная колония номер 8. Это колония особого режима, то есть строже, чем строгий. Здесь осужденные отбывают уже не первый свой срок, в том числе по тяжким и особо тяжким статьям. Но все-таки это люди, которые вернутся в общество, и как и всем людям, им периодически требуется помощь, в том числе и психологическая. Осужденные организованы идут на очередное групповое занятие. Вообще, работа с ними начинается с их первого дня в колонии. Это самое трудное время, ведь обстановка поменялась, и появилась необходимость адаптации в среде других осужденных. На рисках изобразить свое прошлое, настоящее и будущее в виде, и представить его в виде кругов канцедрических. И нарисовать надо таким образом, какую часть они занимают в вашей жизни. Основная цель работы психолога — помочь исправиться. А это значит, что нужно сформировать уважительное отношение к нормам, традициям, труду и, разумеется, к человеку. И, конечно, самое главное — смотивировать к изменению поведения. При этом все происходит по желанию самих осужденных. Они прорабатывают проблемы на групповых тренингах и могут подойти с наболевшим индивидуально. С какими проблемами чаще приходят осужденные? Естественно, это адаптация в среде осужденных. В профилактике возможно избежание конфликта с другими осужденными. Советы. У многих осужденных есть дети. Советы по воспитанию своих детей. Также по формированию, может, планов на будущее после освобождения. Часто приходят перед освобождением. Один из ненавязчивых способов профилактики деструктивного поведения и создания мотивации к изменению себя — арт-терапия. Через творчество можно увидеть проблемы человека, понять их источники и способы решения. Я думаю о том, чтобы на свободе больше не попадать сюда и как-то правильно настроиться на жизнь. То есть вижу для себя определенность. Работу, семью вижу, ребенка. Чтобы у меня была цель в жизни. Цель, которая будет меня держать там. И благодаря работам здесь мы себя настраиваем на этот позитив. Конечно, от одной картинки ничего не изменится. Работа с психологом — это долгий и упорный труд. И включает он множество подходов. Иногда приходится заглянуть в себя, а встреча эта может стать не самой приятной, хотя и терапевтической. А иногда нужно и просто расслабиться на сеансе релаксации. Андрей попал в колонию уже второй раз. Осужденный хранил, сбывал и сам употреблял запрещенные вещества. По словам мужчины, обратись он к специалисту на воле, возможно, удалось бы избежать возвращения к наркотикам. Психологическую службу здесь оценивает высоко и часто ищет не только помощь, но и просто совет. Совет как быть, как лучше сделать. Иногда бывает, что человек совершает ошибки ввиду своего эмоционального состояния, а потом о них жалеет. Вот чтобы не было таких ошибок. Работа с психологом проходит и всегда получается, что в моем случае я могу за себя сказать. Психология – это не магия, и все проблемы, тем более без желания самих людей, не решает. Но если удалось создать позитивную мотивацию и заставить задуматься об ошибках и других способах решения проблем, это уже огромный плюс. И положительные примеры, когда бывшие осужденные меняли свою жизнь, есть. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.